Возвращаемся на CDA, King Gaming против Newbie. Мы вот как-то, на самом деле, толком и не поговорили о их турнирном положении. King Gaming, в общем, 1-6, а Newbie 4-4. Для Newbie это последняя игра. То есть, если у Newbie будет 5-4, соответственно... Ну, наверное, это такой какой-то... Программа минимум больше побед, чем поражений. У кинов, соответственно, эта игра восьмая. То есть, у них будет еще одна завтра с E-Home. И у них 1-6. Им, я думаю, очень не хочется оставаться на последнем месте. Вместе с Ocean. Им хочется заработать второе очко. И вот, собственно, пытаются они. Шансы вроде как какие-то были. Опять Dazzle. Ликан на этот раз в бане. Ну и видим пик Феникса. Моментальный ответ Snapfire. Вопрос сработает ли, потому что... Не первый раз попадая в такую ситуацию, что в игре... Осталось 5. Феникс с Snapfire и крайне редко Snapfire ломает яйцо. А у меня вот, знаешь, постоянно. То есть, вот только Супернова, моментально Snapfire с пулемета врывается. И бедный Феникс в секунду погибает. У меня была даже одна игра, где был Марс еще взят. И Snapfire просто не могла разбить яйцо, она не попадала в него. Вот это, кстати... Но это уже комбинация. Это... Да, и здесь я вижу комбинацию с тем, что Snapfire умирает, допустим, отрывом орфа. Или там условно, что демон ее просто прячет. Просто так сидишь, сводишь, у тебя пангалер. Ну, яйцо бить не будет. Даззл, ну ты бы тоже не особо... Ну, с другой стороны, если взять хотя бы Snapfire, то вообще яйцо бить нечем. Все так, все так. И поэтому надо просто продолжать двигаться в это направление. Добирать еще больше героев, которые будут, ну, как-то какой-то... Огармак, Бестмастер, Террорблейд, Снайпер. Да, это я не тот герой, который ломает яйцо. Он делает больно по-другому. Все так. Так, и что у нас? Ну, Даззл пока еще имеет шансы стать суппортом по этому драфту. Лина в Ваня. Все-таки думают, что действительно Даззл в суппорт. И сейчас Лину доберут в мид. Но Ньюби сейчас приготовит сюрприз. И Даззл пойдет в мид. Эмберспирит на легкую. Такой сюрприз. Знаешь, этот, скорее, приятный, чем не приятный для кино. Осталось 10 секунд. В прошлой игре такие крутые герои. Шекер, Венгали, Контроп, Лина. То есть, и же прям... Красота. А что здесь? То есть, в чем концепт Даззл в этой карте? Кого он будет сейвить? Эмберспирит, это панголера, сэфаер. Ну, нет, даже нет героя, который просто пойдет первым. Знаешь, какой концепт? Под что-то хочет врываться, файр издалека хочет оттемерспирит. Не тот парень, который просто бегут. Вот сейчас смотри, сейчас будет драфт-скрин, и на нем они будут бежать. Потому что некому ворваться, и все бегут. И бежать они будут в другую сторону. В очередь сил тьмы выбирать героя. То есть, мне какой-то тимбер нужно, а то если оно в бане. Еще и эсэф. Они точно побегут. Эсэф, митсу, и по всем панголера, флейн, наверное, эмберспирит легкая. Легендарный саппорт эмберспирит и даззл кэрри. Ну, и опять же, я бы сделал дп в оффлейн, легкая морфлинг, и добирал бы против эсэфа в центр еще герой. Типа той же темп ларки. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Хотя ладно, наверное, не винить и петербург, но что-то со скиллами. Центр со скиллами. А почему со скиллами? Ну, потому что если у тебя будет еще один герой, который как дпк морфлинг, то есть, не будет 3 герой, который там в таргет что-то делает. А, ты имеешь ввиду, который такой, типа, инициативатор. Да, 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 то есть, который сможет, а в Лишак, вот, знаешь, Лишак здесь нужен, хороший герой, например. Ну, Лина забанена, ими самими. Да, ну, Лишак, Квапа, вот, что-то, вот, в таком форме. Пак, вот, пак, кстати, хороший герой. Эммера ловит, и мы поняли концепт. Ну, кстати, пак реально крут. Давайте, пак. 17 секунд до появления пака осталось. Если пак не появляется, появляется тусик. Появляется тусик, и что у нас получается, феникс тройка? Эммера, ну, кстати говоря, феникс тройка бабку делает еще более актуальной. Что так? Типа, надо ее вырубать. Поэтому и не хотелось ее делать тройкой. Вот, опять же, можно спрятать шаду демоном, там, можно закатиться на таске, но штука в том, что ей требуется меньше секунды, чтобы отстрелить супернову. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну, все. Ну, это на первом уровне, с одной стороны, если развеется феникс на левеле, он же как раз-таки получает быстро 12-й. Да. Там уже не 5, а 8, и как будто бабка уже не так работает. Не, ну, если он 25-й плюс аганим, 30-й плюс аганим, съеденный шива, все-все-все, то он тут соло выиграет. Потому что бабка дает 6 выстрелов. С третьей обилки. Первый, что она действительно ломает. На бабке рефрешер и рефрешер шард, чтобы дать 6 выстрелов, рефреш, 6 выстрелов, рефреш, 6 выстрелов. И тогда феникс погибает. Там не 18 ударов, конечно. 16. Но это все равно очень много. Ну, вот так вот. Кстати, предвидели это ньюби, они понимали, подбанили клокверка, но, в принципе, получили похожую четверку. Клокверк, тусик, они с позже, реально. Где спрофит? Они не бегут, кстати, они стоят на месте. Не, ну, с цехом-то не так все плохо выглядит. Ну, все, он хотя бы может попытаться собрать какой-то сетап, там, не знаю, Дан Даггер и Юл БКБ, просто прыгать в толпу и быть тем парнем, который все подсветит, который какое-то время поживет. Так, адресочка. Сейчас вот героев, которых я еще не освоил, это с феникс в оффлейне. Да вообще феникс, в любой. Сейчас буду наблюдать за YDS. КГ, YDS, WLY. Звучит отлично. Звучит как какой-то робот, знаешь, этот. Киборг, прибывший из будущего, чтобы убить Джона Коннора. Ну, двух ребят вообще вместо никнеймов написаны иероглифы. Когда уже у нас начнут иероглифы преподавать? О, кстати, спалил вард. А, не, не спалил, не спалил из-за того, что... Нет, спалил, фейт опытный. Короче говоря, вот здесь, если вы ставите такой вард, вам нужно идти и вот здесь вот стоять. Чтобы, типа... Он же стреляет, да. Так, ахфу. Ахфу, кстати, опсми как ахфу. Он провернул такую же опцию, не угадал с сентриком. Так, а на этой вышке такой опции нет. Почему? Вот сюда заходишь? Ну, это... Заходишь сюда, у тебя вышка есть. Ну, я понял, да. Ну, это не такая крутая опция. Потому что, вот если сюда вард поставлен, то тут, в принципе, ничего... Ну, типа, он не дает вышке какого-то бонусного такого обзора. Это, во-первых. Во-вторых, вот этот вард, вот что очень важно... Так, тут SF решает. Ну, это нет, ладно. Тут он рейнджа бил. Короче говоря, вот этот вард... Здесь нужно ставить сильно левее, чтобы он ничего не спалил. Прям очень далеко налево. Потому что, вот, ну, лес сделан таким образом. А тут, в принципе, если вард поставлен куда-то в центр, он уже не дает вот этого обзора, потому что елочка загораживает. Ну, короче говоря, за дайер сложнее. За рейтинг сложнее найти вот такую. Ну, как мы видим, фейт, собственно говоря, он даже и не понял. Он там что-то поставил... Ой, это фейт был или... Нет, ах-фу, ах-фу. Ах-фу даже и не понял. Он вот тоже. Я понял, что я увидел, но не очень понял, то есть, где именно стоит вард, и вот он стал левее, чем надо. Да. Как раз в том, что вот этот вард, типа, тебя палит, и очень часто переходит какой-то игрок, и своим лицом, типа, тебя освенит. То есть, вышка стреляет, ты не снимаешь. Из-за того, что вард, или из-за того, что здесь у тебя там... Вот так и сделала баньша. Так и сделала баньша. Она вот как раз встала, и когда ее нашел фейт на бабке, он даже и не мог понять, что вард это или баньша. Так что вот... Ну, это такие фишки мидеров, то есть... В паблике я до сих пор... Я каждый раз говорю на стриме, что... Так, все, я теперь пойду, завтра вот я пойду, или сегодня в паблик. Я буду чекать вард на миде, и если он там есть, буду его снимать. Ага, ни разу еще не пришел. Что, вышка начала в тебя стрелять? Да. А мог бы заработать 100 золота и 50 очков дотаплюс от тиммейта, который видел, как это круто. Тебе еще экспы спануло так-то. Ну да. А еще можно оставить экспы общей своего мидеру, например, и вообще кайф будет. Нет, это такого, это не надо. Память. Так, а тем временем у нас шадов демон, да. Съел печеньку. Ну, печеньку потом, да. Ну, съел ее под гольер, но... Накормили суммарно шадов демона. Я понял, я к тому, что... Кстати, а у нас тут... Смотри, эмбер спирит. Суппорт? Оба! Пронзил! Как этот сделал KFC из Феникса. А в миде тем временем... Дэс Профи добивает Феникс. Ну, знаешь, вот, СФ... Он... Реально что-то с ним случилось после игры на линии. Вот с АК. Потому что то, что он делает... Как он добивал рейнджа первого? Ты даже сказал, что он вылетел. А он просто что-то пошел, там, рейс дал, руками помахал. Не, вышел это неплохо. Он съел мангост, дал бакалад, брал второй левел сразу. И пошел в свою пачку обденайвать. Ну, потом... Получаю это некромастери. Ну, вот, потом умер. Соло. Да. Минус души. Оп! И слышу звук печенки. А, нет, это... Печенки слышу, но франк в другом месте. Ну, тут на спейс. А, у нас, то есть, получается, у нас-то вообще мы... У нас тройка тасик. Тройка тасик. Кэрри, Даззл. Ой, тут вообще... Надо было нам, вместо того, чтобы смотреть на мид, смотреть, что происходит. Кэрри, Даззл, саппорт, Эмбер. Тройка таск, саппорт, Феникс. Что они употребляли сегодня на завтра? Не знаю, но их просто переедет морф чуть позже. И сейчас, судя по всему, что демон убивает бабку. Три стака яда, четыре стака яда. Здесь еще disruption. Кстати, будет прыгать. Пять стака яда, и надо его прятать. Друзья, это очень леген. Ха-ха. Оп. Ну ладно, он мог сломить яд сначала, а потом выгодить легену. Нет, что происходит с игроками? Причем, все наши теории о какой-то там, там, мифической третьей карте, они здесь не работают, потому что это уже третья карта, да? Тут уже все максимально играют. Но драфт очень странный. Почему? Почему так? Ну, хотя ты хвалил кэрри эмберспирита, да? И тройку таска... Четверочку. Прошу прощения, да, четверочку эмберспирита. И тройку таску мы тоже видели. Так, тут шадоу демон. Не убиваешь ты, убиваешь ты. Ты знаешь такую пословицу новую? Да, да, да. Так. Семь раз отверг, один раз ты. Да, да. Но в итоге он и умер. И убиваешь ты, убивают тебя. Во. Отличная пословица. В жизни всегда. Давай, бонтосом смотреть. Бонтосом. Пошли. Силинг чейнс. Так, манси, манси, манси. Не позволить накинуть последнюю птичку. И на развороте резко. И он ее словил. Ну, типа он дал сейчас свои обилки, но ему так, я, он умирал. Хоп, хоп, хоп. Ну, блин. Если бы не... Если бы не последняя птичка, то он бы мокнет. Ну, да. Мок, мокнет. Он сломил ее. Но, опять же, он, наверное, не убил бы фейнс, потому что фейнс дайв еще был. Он просто улетел бы отсюда. Тасик не смог муги притормозить, не догнал его просто. А знаешь, почему не догнал? Потому что ловкость не дает мувспид. А еще потому что сапог Франца лежит. Последняя особенно смешная. Он причем переложил его только после этого. Он так понял. А, что-то мувспида нет. Так, 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 так. Тут СФа запуливают на хайграунд. Тем временем Феникс уже трипл килл оформляет. На. Ой, ну, все, СФ приплыл. СФ приплыл. Эмбер Спирит приплыл. И сейчас Кэрри Дазл переедет. Так, ну и что? В миде под попытка осады. Ну, это так, я понимаю, под катапульту. Ой, я сказал Кэрри Дазл. Кэрри Морф. Кэрри Дазл переедет сам. Так, тут СФ пошел. Рейс пошел первый раз, второй раз. Третий по крипам. Нет, все. Не почти набрал души до фуллов. Самый держи, не так все плохо. Но по Нетворцу открою на секунду. Просто надеюсь. Да я оставлю, наверное. Чего, что-то. Вот, это то, что он занимается. Уверенное место третье. Правда, с другой стороны нашего лидерборда. И как бы такой СФ на моей памяти, наверное, не комбайк. Занимает боковушку в плацкарте у туалета. СФ. Верхнюю. Я, кстати, ехал так. Один раз. Поделись впечатлением, пока у нас бабка будет надевать. Ну, типа, ничего такого. Нормально было вполне. Я так скажу. Скорее зависит. Короче, есть поезда, в которых любое место выглядит как место не то, что у туалета, а прям в туалете. Ужасные, грязные и старые. Вот. А есть такие, что там, ну, типа, едешь, что. Ну, там двери иногда открывают. Ну, в принципе, нормально. Жить можно. Как правило, ты берешь такой билет уже там, не рассчитывая на что-то в конце, в последний момент. Ну, и как бы едешь нормально. Берешь СВ, соло, покупаешь все, все купе там. Все, все купе там. Пусть кайфуешь, не воняет, и соседей нет, и цыгане не ходят. Ну, это... Зато не о чем рассказать потом во время игры из сидей. Так, ты твой ХЕ. Опять отъехал. Бабка без маны. Так, супер нового сейчас будет. Не будет. Нет, это вот четыре. Оба, на развороте. Так, феникс, все. Все погибнут, на самом деле. Потому что бабка сейчас дает скатер-бласт. Хотя, вот, да, совсем все закончилось. Да, еще бабку еще закатились. Разочек. Еще есть обратно сюда, у Эльберспирит. Все, надо выбежать. У тебя четыре стака. Дать пятый. Взорвать. Ну и что, взорвется или не взорвется? Не, взорвется. Нет, нет, пять стаков первого польза, 30-20 урона Майл. А у него ХП больше, во-первых, во-вторых. Ага, почему? А потому что Майл польза нам вкачал до левела 2. После смерти? По ходу дела. Да нет, подожди, он... Должно так именно работать. А, у него то есть все было по единице, и он типа после смерти вкачал? Да, даже 1-0-1 было. Вкачал 2 левела в таверне. Там вот если потом вы что-то реплей, при наведении на шедо поиск на бабки, там будет цифра типа релиз, шедо поиск 320, типа. Потому что первое. И он вкачал... Витяй, ты веришь этим надписям после всего, что они тебе написали? Ну, бывает, бывает. Так, тут шадер-демон прячет. Так, все, панголер заканчивается ульта. Не докатывается третий раз. И свэшбакл не рвет перед сайфу. Он баньшу все-таки удается убить. Но какой ценой? Ценой кристалл. Повесил что-то пользу. Да, написано 35. Это не врут. Пока не врут. Ну, значит, вкачал и реально за счет этого развалил бабку. Но это крепко, если так оно не случилось. Чтобы достал что-то жестко. Надо прочекать. Вот прям не полениться. Работает ли это так, если шадер-демон после смерти вкач... Слушай, ну, по идее, должно работать. Типа, даже и чекать не нужно. А почему нет? Тут же нет такого, что ты там накинул три стака первых и два стака вторых. И себя висит два разных... Вешается один, да, какой-то определенный. Там у нас тускар с удара положил на лопатки Ember Spirit. Да, правильно. Тут нишка, тебе будет левела 6 теперь. Так их этих. Но ситуация, конечно, такая, что SF вроде как закомвечил. Но общее на этой ситуации крайне печально. Потому что каждая позиция скинов имеет больше денег, чем аналогичная позиция у Ниды. Да ужас. Сейчас тут Тасик вообще лица будет бить. Кстати, я тут узнал, что удар Тасика один из немногих вещей, на который статус резистность не работает. Представляешь? Еще есть пинок Тасика, кстати, на который статус резистность тоже не работает. Кстати, ты не летишь быстрее. Это жестко, потому что даже на вакуум работает. Там, на всякие эрфспайки и так далее. А, еще на торрент не работает. Во. Супер универсальные контроли. ЕУ, пинок и удар Тасика и торрент. Тасика. Век живи, век учись. Но про торрент, кстати, довольно странно. Почему так? Вот так вот, да. Он там... Она торнадо, она торнадо элбокера. Не, но торнадо работает. Тогда я вдвойне страну, потому что они одинаковые шанины. Ну вот так вот он, типа. Это странно. Вода бьет ключом. Так, пангольер. Решил поесть немного орехов. Портификейшн ему явно здесь. Опа, пошла заплевка. Плюнк, плюнк, плюнк. Как же они хотят эту Т2-вышку. Считаю, что сами ребята скинули их вышки в размен. Да, уже почти закончили. Тасик пошел. Ну-ка. Я сейчас соло ее обработаю. Смарфом. Сф-мом взял. Ну все. Ну все, приплыли. Че он Мом-то взял? Непонятно. Так, Силинг Чейнс. Эмбер Спирита. Оружие Эмбер Спирита работает против него самого. Ну, кстати, в Китае очень часто берут. Ой-ой-ой. Тасик, Тасик, Тасик. Он увидел ауру СФ на себе и развернулся. А представляешь, СФ включит Мом и получит Валрус панч. Ну, скорее всего, просто умрет. Да, у нее тысячи хп всего. Слушай, у нее не такой плохой Нетворс. Он, типа, будет качаться с Мома. Быстро фармит. Ну, он дает тебе скорости. Да, взял скорость атаки. Короче, физически СФ будет. Ну, вообще, это, типа, Супернова тут есть. СФ физушник. Опа! Мом врубай! Ооооп! Не успел. Жизненько получилось. Но Бабка прыгает, должны добрать. Одного. Сифон. Ой, красиво. Сбили полет. Феникс врезался. Как еще сверху. Ставится яйцо. Слишком поздно. Ну, я не разобиделся. Разбили, ладно. Ну, слишком поздно. Все. Да. Значается, одного СФ отдали с четвером. Хорошо. Вот так вот. Вот так вот. Задайвили. СФ ставит паузу. Пишет вопросики в чат. Проходится всякий случай по всем родственникам, игравшим в команду против него. Да, да, да. Между прочим, кстати, отличный метод. Ставить паузу. Вот мы играем вчера. У нас убивают макаку, ставят паузу враги. Вот. И на следующей драке идет драка. Ответственный момент. В ответственный момент макака делает фраг какой-то там. Вообще непонятно. Ставит паузу. И ставит паузу. И мы проигрываем драку после этого. Все. Бывает. Так что нормально работает. Провокация. Провокация оппонента. Ну, конечно, здесь за такое могут и по голове дать. Поэтому это такое, конечно, такими чем никто не занимается. Слушай, в Китае сколько было этих сказалов, типа, когда кто-то там про кого-то что-то где-то сказал? Ну да, там. Там они делают как? Они типа не бэмят вот прям жестко. Но если кто-то, да, назвал кого-то там черепахой или что-то там типа такого. Страшное оскорбление. То потом начинается какое-то там что-то выкладывают. Там знаешь, как это сказать? Это как произведение, произведение классиков. То есть ты смотришь и видишь какой-то там парень играет на антимаге с каким-то там айтемом непонятным. А оказывается, что это отсылка, отсылка к оскорблению какому-то. Что он типа так намекает на то, что он водил в кино его родственников. Вот такого-то игрока, да. Да, и там все, ну, то ли потому что напрямую сказать нельзя, потому что оштрафуют. То ли потому что они реально, знаешь, они гении оскорблений. Это такая прям фишка китайского региона. Беймить нужно с удовольствием. С искусством. Так, ну тут Рошан пошел. Нормально все это. Залетает Рошанщико. И в итоге Морр забирает Аегис. Так что, Митя, кто выиграет? Ньюби или Кингейминг? Давай-давай поставим на Ньюби, что они проиграют, а Кингейминг, что они выиграют. Ну, проиграют. Кингейминг выиграют. Но это при условии, что больше таких драк не будет. Да нет, даже если будут. В них не было Морфа, но Морфа все не настолько плохо. Я даже сказал, что Морфа все достаточно хорошо. Если он правильно нажимает клавиш, что он и контра Эмбер, он и контра Пангалера, он и контра всем остальным. Типа в одного СФ, ну-ка я, конечно, могу поверить, но нет. Кстати, воем понимании доты, когда-то будет файт, в котором что-то где он реально священ баб, кто не спасает лицо сразу, не будет дожидать в море погоды, не будет вылетать надавив в ультенгальдера и так далее. А одной драки я вполне может хватить. А сэшбакл, чтобы подкатить к яйцам? Или что? Не-не, ну, Валер, заултил? Катерич, что он заултил. А, я понял, все, да. Просто не лети в него, да, штукничать. Опа, пошла заплевка, Натасика. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Куда-куда ты покатился? Ну, просто выжидал. Выжидал, я понял. Я думал, что он сейчас прикатится прям в Морфе Меркисос. Ну, не нажимал на этих хопер-поп. Типа вышка все... Ну, как Феникс. Ну, конечно, если, но... Пирамида. Это сто десять секунд несчастья, скажем так. Видела, какая пирамидка? Да, вроде есть даже такая. Не уверен, что я проверю. Да, она распространена. Она мемная, на самом деле. Самый мемный, знаешь, какой я вот недавно открылся сет. В доте. Бессмайс, это распсеродактилями? Не-не-не-не-не. Это, короче, Текис. Текис. А что у него там? Текис-слон. Да, увидел такого, да. Вот у него все мины слоники, и он на слоне. Я когда увидел после игры, что он на слоне был, я в игре этого не заметил. Я... Как это там? Рофл Алмао делал. Так, ну тут, кстати, заход на хайграунд. Запуск состоялся, и что-то галер умирает. Что? Что-то умирает, да. Ну, где команда, где помощь. По поводу еще этого сета на слоне, у него штаб их третий друг, не в очке, а обернут змеей на спине. Обернут змеей. И этого я даже не увидел. Поездят. Не, ну это красиво. Короче, да, это самый, наверное, смешной из того, что я видел, ну, во всяком случае, в последнее время. Ну, к слову... Сразу после Урса Шерифа. Урса Шериф тоже хорош. К слову, сет Бестмастера, где он вызывает варана, на котором написано Кабан, меня тоже очень нравится. Кабан. Так. Тут, тем временем, 14-11, а Егу Марфа... И как-то вот чувствует, чувствует у нас Ньюби, что пахнет жареным, что... Что-то будет, что что-то, что-то может случиться нехорошее. Что вместо Кэри может оказаться Даззл. И с ним надо бы что-то идти и делать, а что-то... В твоей команде. Да, да. Гравизы, кстати, взял. Молодец. Ну, и ничего не делают, да. Вот это самое страшное таким пикам. Что хочется что-то делать, а ничего не делается. Пунгальер только бегает с пистолетом по карте. Стреляет. Пунгальер. Пунгальер, да. Никто не берет плюс 14 к дальнице сетбан. Ооо. Вот это он заехал. Ты видел? Сколько здесь всего? Ооо. Ой-ой-ой. Геноцид големов. Крут подфармил. Почему никто не берет плюс 14 к... Не очень хороший талант по сравнению с маной? Ну, зачем тебе это? Супер далекий. Мне кажется, вот если бы к ширине и дальности... Может быть. Если бы просто к урону что-то было пораньше, тоже было бы, наверное, норм. Да. А так, ну, то есть, смотри. Насколько в Элью ехать далеко, если нет ман на проюшую афу не одного? Ну, да, да. Да. А это, подожди, это поезд или вот сама вот эта вот? Мне кажется, это сама вот эта. Я думаю, что это удар. Я думаю, что удар. Слышь, раньше написано. Скорее, что идея. Вот со вторым талантом, кстати, гораздо более понятно. Там, если ты пошел в какой-то супер кэри билд с аганимом, то... Типа правый. А так вообще почти все сейчас берут левый на профессиональной сцене. Ну, он реально 4 секунды покататься дольше. Вот смотри на этом панголера. Что он там своим шилдкрэшем? 50% больше. Типа 8-12. Это очень большая разница. Да, да. Что ты там своим этим шилдкрэшем, там, кого ты удивишь 2 секунды? Да и потом, на самом деле, мана кончается довольно резво. 4 секунды дополнительно, как заметил Митяй, который учился в школе и проходил проценты. Что это аж 50... А сколько 50%? Это сколько? 28-4. Это половина. Да, это половина. Это был сложный вопрос, Мэл. Что-то мне давишь тут. Так, ну поехали. Смок. Сейчас в спину заход. Все. Тут уже... Так, не... Нет, нет, фу. Не трогать. На курьере Аур-СФа он спалил все. Они знают. Они знают. Они знают, что там засада. Шадоу-Демон прячется. Баньша. Пошел ультимейт. Гальер катается. Феникс залетел. Стоит. Супер новую. Бабка не смогла его развить. Бабку разбили, потому что... Ой, как они... Ты посмотри, как они закрыты все там. Пока живет, я очень больно. Сейчас, я не поступаю, доесть. Слышь, они все равно доживут. Дайвэк, че, шадоу-Демон, он пришел сюда снова. Ой, Марфу очень больно, он под веселом, и Пангалер его не хочет пускать. И Эмбер Спирит его забирает, погибает сам, но Шадоу-Демон тоже умирает. Где кто остался-то? Остался только Феникс. И сейв сделал ультра-кил. Слушай, а ЭКЮ прям тащит эту татку. Они сделали драку-то 5 в 2 по итогу. Да, да. Они здорово пошли, зажали вправо, но заебе делали Феникса. И по итогу смогли, смогли перевернуть. А Шадоу-Демон байбэкнулся, прилетел в драку и снова умер? Да, да. Я почему-то подумал, что это у Рейден кто-то байбэкнулся. Подожди, бабка разве не байбэкнулась? Ну да, он и байбэкнулся, у Рейден. Все, все нормально. Ой, точнее, у Дайр, у Дайр. Бабка не просто погибла и не решил не париться, потому что драка была на мази. Жесть. Слушай, это... Они в таком минусе. Хотя, изначально... Вот насколько круто выйти в спину, да? Соперник тебя спалил, ну и что? А ты уже в спине. На самом деле, потому что это... Могли и не заметить эту ауру на Курьере. Могли. Могли, нет, они просканировали туда. То есть, они вон сучи зданий. А, все. Я не заметил очевидного, да? Я хотел, эээ... Типа, next level play, а это вот обычный скан. Ну и, как бы... Слушай, шансы появляются. Все больше и больше шансов. Даззл 200 к дальности способности. Интересно, кстати. Я видел, что Кэрри Даззлы берут другой талант. 30 включений. Это не 50%, конечно, но... Тоже неплохо. А бабка пайп. Кривзы есть, пайп будет. Весел имеется. Вот сила, конечно, такого имберспирита в том, что он реально сделал этот весел. Кому-то надо было сделать. И, в принципе, на имбере делают. Даже на коре. Но на коре, конечно, весел не хочется. Хочется эскейп. А здесь он суппорт. Он сделал весел. Он дошел до него. Он его дофармил. И сейчас эсэв. У него уже есть грови боу. Грови боу. А я думаю, что он... Знаешь, когда его будет использовать? Когда подойдет к вышке. Так, ну-ка. Фласочку вырыли. Думаешь, будет? Потому что аквил дает ему и его тиммейтам ауру в два армора. А Грову не дает. Думаю, да. ДП видят. Можно подвязать. На мюл. Так, 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 так. И все. Все, все, все. Отставить, отставить. Команда поступила. Не та цель. Платеж прошел. Мы должны лечь на 27-й, а не на 25-й. И отступают. Не, там тоже ДП-то со Сейсбаксов закинуло просто в карман. Не трогайте меня. Так, Эмбер Спирит. Эмбер Спирита пытаются убить. Ой, какой неприятный удар Тасика с талантом. Там такая долгая сальтушка. Некор получает печенюшку. Ну и раз хост, он вправо летит уже Эмбер Спирит. Забирает болтусы. Потому что и хаутпост. И первый, и второй. Блин, я не могу. Я посмотрел на секунду в чат. И увидел, что там написали, что сет на слона стреляет бананами. Я хочу теперь это видеть еще раз. Я не заметил. Стреляет бананами. Кто вообще это сделал? Почему все сеты в доте не такие? Телескоп. Я шеду деменно хороший артефакт так-то не слышал. Ну да. Тут бы телескоп. Грови Бо взял. Телескоп отдал. Он... Кстати, удивительно, но Пангольер бегает без нейтральной шмотки. Ему что-то летит? Он вывел. Он себе ее вывел. Не, ему в Embrace летел, видимо. А в Embrace носил Dazzle, а Dazzle теперь Spider-Man. Нет, ему пролетел пустой Курьер, Мэл. Пустой. Серьезно? Да, в нем ничего не было. А-а-а. Да нет, нет. Это... В нем, короче, был в Embrace. Я просто прокликал. И он, видимо, выбил себе Гретар Фэрифайр. Он отправил в Embrace на базу. Курьер долетел пустой. Пустой. Пустой Курьер долетел, реально. Это... Есть такое. Ну, Гретар Фэрифайр, это отличная вещь. Как живой Дрэкс, хорош. Ты посмотри, него. Это в Рошане. Да, он хороший. Он покрутит. О, а вот Рошан. Здорово. Ну все, команда одна знает, вторая нет. Не говори, пей. Феникс делает аганим. И спирит весел. Зарядов спирит весело нет. Так, тут неплохо иллюзии морфа работают. Очень неплохо, я бы сказал. Ты были... Руны иллюзии это была? Да. Была руна иллюзии. Так, муги тут. Что это такое? Это что такое? Да кто плюется здесь? И, слушай, и заплевали. Удивительно. Ты какой-то странный, знаешь, такой ультимейт. Она начала раскастовывать, когда еще вообще ничего не началось. Обычно все-таки бабка ждет какого-то начало атаки. А тут она просто пошла. Но это фейт, это как бы на опыте. Супер... Суперопыт. СФ Дейдалус. Вот это он, конечно, зверь. У него теперь еще один артефакт, который он не будет носить. Супернова! Вот это супернова! Ё-моё! Ну, вот в этот момент я говорю, что не выигрываю. Таким гейминг не смог. Ты же ничего и никогда. Что, суперновая, что-то вообще? Провести хотя бы одну хорошую драку, но с такой новой. Он же мог повесить ее... Ну, он, видимо, испугался чего-то, но мог повесить ее за рошпитом. Выши слева. Вообще вот здесь поставить. Я не знаю. То есть, знаешь, тоже будет доставать и до него не добраться. Да. И всех застанет там. Все просто офигеют. ИДМ ожидания у нас, это реально хорошая шабилка. Но вот с таким использованием я просто не представляю, как быть. Повесить чай, наверное, уж из горя. Да, я бы тоже пошел куда-нибудь из горя. Но надо водить мышкой. Хотя иногда, я признаюсь вам, что иногда я отхожу. Мой высокастер что-нибудь говорит. Вот, например, Митяй какую-нибудь телегу задвигает. Я иногда, бывает, отойду так. И... Компуктер сам водит. Ну, то есть, здесь вот есть оси сеткамеры. В принципе, вот я сейчас ничего не делаю. Она немножко так под это... Подруливает, подруливает, подруливает. Видите? И никто не замечает. Я вернулся, а тут Феникс чуть под Фидел. Да, тут Феникс... Суперновой не было. На Фидел. А тут... Смотри, на СФ. Сейчас, Критули. Критули, где Критули-то? Критули нет. Критули собрал, Криты не собрал. Ну, ничего. Зато смотри, как он бодро наваливает. Бодро, слушай, у него 400 урона в стрельке. Он бы этого Варфаса был Хриток убил. Мом, пошел. Ну, давай, Варфас. Адаптив от СФ. Учал, когда-нибудь? Да. Пангольер приходит. Вараки-то падают, вараки падают. И сверху Эмбер Спирит, без него приходится драться. Ой-ой, Крит на 900. Ой-ой-ой, Крит на 900. Сюда, следующий. Души-души, бараки, выходим. Дальше это два Дмит. Да, он нам пошел, пошел, пошел на всех паучих лапках. Это какая-то игра, кстати, была, в которой, ну, такая, типа, полу-хоррор. И в итоге, говорит, рабочие сказали, что это специальное обновление, специальные сложности для арахнофобов. Чтобы можно было, как-то, без пауков все это делать, сделать. В то время Дота. Добавляем всем героям лапках. Отвился-то на бруду, этот, механический, где она с БКБ превращается в какого-то вообще... Страшного персонажа. Потом разберемся, да, ну, там, вот, такие мешки. Ну, верно, все, отбой. Он уехал, укатился. Ну, тут, я даже не знаю, тут вот сторона потеряная. Как-то, кингейминг... Ну, что сказать, кингейминг выглядит, как команда 1-6, вот, в этой игре. А Ньюби все-таки, ну, реально показывает, что они 3-3. Дезолятор на Эмберспирите. Чего? С ума сойти. Он теперь, то есть, будет давать по всем фисты, типа, ауру вешать, как будто бы. Жестко. Скорее, вопрос вот этот, к дезолятору, это вопрос, откуда он? У него денег, как у тройки таз. Хотя, тут и у бабки много денег. Только уж одну держу. Да, на самом деле, проблема в тазке. Что он не фармит, он бегал, воевал и... Ну, это, знаете, какой стандартный гейплей, как он манкикинга. То есть, ты как бы есть, ну, ты сишь на дереве, так и тут. То есть, тут тоже он построен, как бы, есть, но не бил крипов, хватит мне денег. Но без денег выиграть тяжеловато. Да, да. Он что-то ковыряет там, ну, даже линию нормально не может продавить. Ну, это тазик, это тройка. Вот. Плохи такие, герои. Раз, два. Оп. Пошел дальше, СФ. СФ просто один все делает. У него, наверное, топ-дэмэдж по героям будет, и топ-дэмэдж по постройкам. Кстати, взял лук тот самый. У него стоит вплотную к вышке предок. Зато как лупит врагов. У радиуса. Так, 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 шадоу-демон подходит. СФ прячет, получает тычку от пангольера, и бабка его заплевывает. Все, шадоу-демона не будет. Сразу же пошел ультимейт от бабки. Сф прячет. Прям с спины, просто с даггера врывается. О-о-о-о. И гайдер на дазл просто. Какой очень классный. Здорово. Сушках, два крита. Супернова. Какая супернова. Он на фонтане ее дал. Марфа забритовали. Странцовочно. Что он дал мне на фонтане? Я не знаю, а я не знаю. Очень погиб от ядов. Луден выкупается, взрывается. Это, кстати, первый ульт СФ, по-моему, в игре. Второй. Справа, к зажиму, он ее давал. Да. В первый раз ее успешно, когда мы до четырех убили, после того, как его забрали, он донесел так вставать. Справа в зажиме докастовал, или что-то вставал. Ну, Ньюби, красавцы, они все-таки, знаешь, с Керри Дазлом. О, и вторую игру подряд уже у нас Аеги совпадает. Реально жестко. После игры... У Ньюби, красавцы, Керри Дазла, они... Сначала они, короче, хотели выиграть с Ликаном и Дазлом. У них был челлендж. Взяли Ликана и Дазла, проиграли. Потом такие, ладно, все. Давайте отделим зерна от плевел. Зерна. Белок от желтка. Что-то там еще. Продолжай. У меня кончилась фантазия на этом. Продолжай. Аниме. Ну, короче, они выиграли, да. Не стали выиграть с Дазлом и Ликаном. Выиграли отдельно с Ликаном, отдельно с Дазлом. Большие молодцы, красавчики. ГЖ, ГГ, ВП. Все, ну и остается у нас, на самом деле, довольно интересная игра на сегодня на CD и Лиге. Она стартует в 14.00 по Москве, то есть через 25 минут. Это ВИЧ, гейминг и LGD. Это реально мощная заруба. Всем рекомендую глянуть. Ну, будет ли она мощной на деле, зависит только от команд. Но теги очень крутые. Кто комментировать ее будет? Ее будет кристалмейсмайл комментировать. Должны, да, если еще не поменялось. Так что ждите их на этом канале. Вот, да. А мы с Митяем прощаемся. Пока-пока. Давай, увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok